По физико-математическому лицею проблема была со зданием, она как была, так сегодня и остается. Мы вместе с областным правительством прорабатывали вопрос о том, как, первое, это привести то здание, которое сегодня существует в порядок, оно находится в состоянии, явно не отвечающем статусу одного из лучших учебных заведений области. Вторая часть этого вопроса о расширении площадей. Со второй частью я знаю, у нас с вами есть проблемы, потому что само заведение, наше учебное, находится в издании, которое является памятником архитектуры и не подразумевает расширение и те наши планы по надстройке третьего этажа. Им, наверное, не суждено сбыться, но вместе с тем мы сегодня продолжаем работать в том направлении, что мы будем расширяться, скажем так, в сторону. И сегодня работаем над расширением, над выкупом зданий у предпринимателей. Когда мы получили заключение экспертизы, то мы начали проводить работу с Министерством образования по поводу выделения нашему району средств на проведение ремонта этого образовательного учреждения. Для этого были уже подготовлены, мы заканчиваем на стадии уже оформления сметы, причем мы готовим капитальный ремонт, капитально ремонтировать это здание. Работа очень непростая предстоит, но в любом случае ее надо начинать и как можно быстрее. То есть сейчас, я так понимаю, следующий этап – это официальное навесение в госпрограмму. В это время, пока идет эта работа, мы готовим сметы, не стоим, не ждем. И плюс-минус, как только вносят в госпрограмму, мы с готовыми сметами выходим на соответствующие конкурсные процедуры, подбираем строителей и быстро начинаем делать гимназию Альбинского. Мы говорили с ними о расширении территории. Она им очень нужна. Я знаю, у нас с вами есть планы по радикальному расширению этого учебного заведения, но пока мы с вами эти планы реализовываем, нам надо, может быть, действительно посмотреть на дополнительную территорию того, что есть. Сегодня, но это отдельная история, и мы с вами должны будем просто до конца учебного года посетить, чтобы за лето там тоже эту работу провести и не забывать это учреждение тоже. Это два учебных заведения, которыми мы по праву гордимся.